За своевременность реагирования и надежность поставок тепла в Дома Одессита в этом году переживать не стоит, уверяют представители теплоснабжения. С назначением нового руководителя в декабре прошлого года на предприятии произошли определенные изменения. Отопительный сезон, который до сих пор продолжается, происходит без сбоев, убытки сокращены на 77 миллионов, порегулирован вопрос задолженности перед «Нафтогазом» в размере 140 миллионов, а также налажены выплаты зарплат работникам предприятия с 2018 года, которые надеялись на нормальные условия работы. Сегодня мы используем методы антикризисного менеджмента. Сегодня мы говорим о том, что предприятию необходимо стратегическое планирование. К сожалению, последние годы ни о каком стратегическом планировании речь не шла, речь шла исключительно о выживании. Безусловно, для этого необходимо стабильное экономическое развитие, и здесь мы говорим прежде всего об экономически обоснованных тарифах. Предыдущие тарифы не пересматривались, несмотря на значительный рост цен на газ, что вело к убыткам. Все аварийные работы предприятие выполняло без привлечения подрядчиков, тем самым экономя средства городского бюджета. Разработку новой схемы теплоснабжения, которая позволит модернизировать систему и улучшить качество работы, планируют завершить к середине 2021 года. Несмотря на коронавирусное влияние, теплоснабжению за последние 12 месяцев удалось сократить долги населения на более чем 140 миллионов гривен. Трудно представить ситуацию, при которой все личные данные наших абонентов находились в руках участника, который в начале 2020 года, фактически из-за того, что предприятие не своевременно с ним рассчитывалось, заблокировал, в принципе, работу нашего расчетного центра. Это как раз блокирование работы расчетного центра и привело к тому сбою, с которым мы столкнулись как раз в части своевременного выставления квитанции. Потому что база была заблокирована, часть базы частный оператор пытался удалить, нам удалось восстановить вручную все эти данные. Напомню, много лет предприятие является дотационным. Только в этом году КП получило 758 миллионов гривен из городского бюджета. На следующий руководство теплоснабжения просило 470 миллионов, однако в бюджете предусмотрено только 250. Продолжение следует...